Я написала моей маме и отправила ей мою фотографию, чтобы спросить, похож ли мой макияж на девяностые. И она просто в... В охренении, я сказала, если чего. Всем привет! Настало время годного контента на ютубе. А впрочем, ничего нового. Я не знаю, зачем я это сделала. И сегодня я хочу показать вам макияж девяностых. Сегодня я хочу попробовать повторить то, что я смогу нагуглить. Для этого мне понадобится мой телефон, навык использования поисковика Google и запрос. Макияж девяностых на английском языке. Сразу хочу сказать, что я перелопотила очень много информации и есть несколько типов макияжа девяностых. Так, макияж девяностых в России и странах СНГ был одним, а в американских совсем другим. И я, пожалуй, остановлюсь на Америке. Ну, просто потому, что там гораздо больше inspiration и фотографий. Но прежде чем мы начнем, обязательно подписывайся на мой канал. Так, включай себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. А мы приступаем. Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. Откуда ты такая? Ай-яй-яй-яй, девчонка озорная. Макияж в девяностых это весьма интересное зрелище, если честно. Но из того, что я поняла, люди особо сильно не запаривались над тональным кремом. А если быть точнее, они вообще над тональником не запаривались. Единственное, что я заметила, люди наносили очень много пудры. И на многих фотографиях, когда ты все это смотришь, причем в фотографиях суперселебрити, видно, ну, что да, что-то с лицом немножко не то. Поэтому пудру мы оставим на потом, и приступим для начала к бровям. Если ты только что пыталась найти логику в моих словах и действиях, то ее просто нет. Итак, брови. Что я вижу? Давайте для начала отметим тот факт, что брови, в принципе, по-другому выщипывались и по-другому оформлялись. То есть, если сейчас наша идеальная бровь выглядит вот так, вот так, то есть мы от кончика нашей ноздри должны проводить до края радужки глаз и сделать самую высокую точку бровей где-то в этом районе, то раньше все было иначе. Раньше самая верхняя точка брови должна была быть здесь. Поэтому сейчас я буду искусственно перемещать линию роста моих бровей вот сюда. Если обратить внимание на все брови, которые я сейчас вижу, то можно заметить, что все брови не имеют растушеванного начала. Они все идут одной сплошной линии. И более того, вам хочу сказать, что очень многие из них имеют закругленное начало. Очень интересно. По сути, бровь это какой-то полукруг. Вот. Полукруг и рисую. Для того, чтобы оформить брови под 90-е, я для начала рисую совершенно новую форму. Она у меня будет полукруглая и с неправильной, ну как неправильной, и с правильной для того времени той самой высшей точкой брови. После чего я просто закрашиваю все лишнее при помощи обычного самого карандаша, консилера. Мне, кстати, карандаши консилера безумно нравятся, по-моему, самые удобные. Но тут, кто давно меня смотрит, уже заметили, что я использую именно такой консилер для того, чтобы оформлять брови. Вот для сравнения. Моя простая выщипанная бровь 2К18. И вот что-то вроде каноничной брови того времени. Так как у меня брови свои достаточно темные, все-таки на это я положу еще немного жидкого консилера. Кстати, по приколу хочу потом отправить моей маме фотографии того, что получится, и спросить, это похоже на макияж 90-х или нет. Да, брови выглядят очень странно. Знаете, они напоминают мне вот ту вот собаку из мемасика. Да, классно выглядеть как собака из мемасика. Обожаю. А тут ты такая, ай-яй-яй, девчонка озорная. Следующим элементом, который я предлагаю нам на себя пробовать, это макияж глаз, макияж век. Ой, тут на самом деле очень много вариантов, все они очень сильно варьируются. Как от каких-то гранжевых таких смоки айс, кстати, мне очень это нравится, так и какими-то просто безумно блестящими синими-синюшными тенями, что тоже прикольно. Как и какими-то просто розовыми а-ля софт тоже смоки айс глазами. Короче, вариантов макияжа глаз достаточно много. Но всех их объединяет тот факт, что наносились они совершенно иначе. Совсем не так, как мы наносим это сегодня. Что интересно, растушевка не уходила вбок, она уходила вверх. Поэтому макияж выглядит немного странно. Но с другой стороны, такое межбровное расстояние нужно было чем-то заполнять. Блин, конечно, если бы у меня был специальный клей для бровей, который бы брал вот эти вот мои настоящие брови, чтобы их не было видно, было бы еще круче. Но мне кажется, макияж у нас по итогу и так получится офигительно интересный. Глаза снизу тоже подводились. Вообще, я очень обратила внимание на то, что любили именно круглую форму глаз. Не вытянутую кошачью, а больше такую круглую, скругленную. В принципе, мне даже нравится, как это выглядит, если честно. Внезапно, но, по-моему, это реально здорово. Кстати, по моим наблюдениям, очень любили металлизированные блестящие тени. Поэтому сейчас поверх вот этого вот всего я добавлю немножечко голды. Также золотые блестящие тени наносились под бровь. Очень популярно было использование подводки. Поэтому сейчас при помощи моих темных теней я сделаю растушеванную подводку. Сверху и снизу. Этот макияж можно найти у большинства знаменитостей и у большинства актеров фильмов того времени. Например, кстати, один из фильмов, который мне безумно нравился. Если вы любите какое-то такое странное, драматичное кинцо, то вам рекомендую. Называется «Жестокий». Честно говоря, я ожидала сильно худшего. Мне даже нравится. Серьезно, мне реально нравится. С моей изумительной актерской игрой я была бы просто лучшей актрисой этого десятилетия. Нет. Самое время накрасить ресницы обильной-обильной черной тушью. Ну, тут никаких девяностых уже нет. Это мой повседневный макияж, когда ресницы идут впереди человека. Когда человек здесь, а ресницы здесь. Это я. Это про меня. Откуда ты такая, ай-яй-яй, девчонка озорная? Так, макияж глаз. Что думаете про этот мейк? Теперь я думаю, что самое время испачкаться в пудре. Я не знаю, получится у меня это сделать современной пудрой или нет. Я склоняюсь, что нет, потому что иногда я наношу очень много пудры и совершенно непонятно. Но я постараюсь сделать все, что в моих силах. То есть максимально окунуться у пудреничную массу. Это буквально 100 слоев пудры на лицо. Нет, что-то я нифига не вижу вообще никакой разницы. Или она есть, погодите. Или она проявляется. Вроде появляется, да? Вроде лицо становится белее. Белее. Капец, на пальце остается пудра. Я потом вам расскажу, появились ли у меня прыщи или нет в моем инстаграме. Так что, пользуясь случаем, рекламирую вам мой инстаграм. Мой инстаграм это оплот меня. Там много меня, там много моих постов. Я выкладываю туда фотографии и я выкладываю туда истории. Подписывайся на мой инстаграм, а то че как не подписчик. Мой вердикт. С современной пудрой невозможно переборщить. Максимально близко это выглядит так. С современной пудрой возможно переборщить. Теперь румяшочки. Открыла. Судя по фотографиям, с румяшечками все обстояло достаточно просто, потому что я вижу у всех одинаковые совершенно румяна. Просто у всех они одинаковые. Они были кораллово-розоватые. В общем, мне кажется, это идеальный цвет. И все они были блестящие. То есть это румяна как будто бы еще и с бронзирующим эффектом. Интересненько. Так, ну по-моему, по технике нанесения все очень просто. Если прям вот сильно выглядеться, только сюда. Кстати, возможно, меня глючит, но у многих, мне кажется, что румяна были нанесены прям сюда, в область лба. Потому что, ну, очень подозрительно, но у многих здесь какая-то странная розоватая тень. Я вот сейчас смотрю фотографии, поэтому, не знаю, правильно я делаю или нет, но хуже, думаю, не будет. Давайте нанесем прям сюда тоже румяна. Вот сюда румяна я никогда не наносила, каюсь. Ну, кстати, да, лицо как-то сразу изменилось, когда я розовый румяна сюда нанесла. Так что, возможно, действительно сюда их наносили. Видите, какие тайны я вам открываю. Открывай тайны мироздания с лисунькой. И теперь у вишенка на торте, над губой. Родинка. Не сказала бы, что это делали поголовно все, но многие так делали, поэтому, чё, как не все, что ли? Ммм, прекрасно. И теперь, чтобы дополнить всю прекрасность бытия, надо накрасить губы. Ох, боюсь вот это сейчас. Или сделать макияж супер хайлевел 90-е, или... Мам, я сотру. Ладно, этот макияж не буду тебе отправлять фото. Есть два варианта. Но все-таки маме мы отправим, чтобы не получилось, потому что это интересно. Смотрите. Макияж губ того времени выглядел весьма специфично, если так можно выразиться. Потому что главное правило, ну не уверена, что это правило, но главный тренд был обводить губы темной подводкой, темным карандашом. Как будто усы отрастило. Не надо так. Что, кстати, еще очень интересно, если у нас губы вверх как бы стараются, да, растянуть, то есть по вертикали, то они растягивали губы по горизонтали. И вследствие чего можно обратить внимание, что у довольно многих создается эффект, как будто был большой рот. Видимо, тогда была очень популярна Джулия Робертс, а у нее, как вы можете обратить внимание, достаточно действительно широкая линия улыбки. И, видимо, многие пытались под это каким-то образом миликировать. И растягивали себе рот. Не уверена, что это спасет ситуацию. Нет, все-таки это ситуацию спасло. Собственно, макияжик выглядит как-то так. По-моему, честно говоря, выглядит достаточно неплохо. К удивлению, потому что мне казалось, что все будет гораздо хуже. Ну, а теперь самое время сделать фоточек и отправить маме. Не ржать. Спокойно, не ржать. Ну, как не ржать-то? Мама, отвечай. Мама не отвечает. У тебя сдержанный консервативный макияж для 90-х неплохо. Мама, что я о тебе не знаю? Что я о тебе не знаю, мама? Что ж, я надеюсь, что это видео вам понравилось. Если вам понравилась эта идея, то обязательно напишите мне в комментарии еще идеи, какой период вы хотели, чтобы я повторила. У меня сейчас было верни мне мой 2007-й. Но, может, вы подскажете что-то еще более интересное и креативное. Так что напишите. И я обязательно сниму это видео в ближайшее время. И тоже выложу. Подписывайтесь на мой канал и на мой инстаграм. Пока!